5 июля 2009 года английский фермер Терри Герберт без особого удовольствия ходил со своим стареньким металлоискателем недалеко от дома в поисках кольца, которое потеряла его дочь. Но вместо кольца он обнаружил клад. Полторы тысячи золотых и серебряных предметов, которые ученые позже датировали седьмым веком нашей эры. Вес находки составил семь с половиной килограмм, а ее стоимость оценили в 5 миллионов 300 тысяч долларов. Поскольку клад по закону принадлежал государству, то мужчине досталось только вознаграждение в размере половины стоимости клада. Но думаю, что удачливый фермер более чем доволен тем, что получил. Это канал Big Ideas и в этом видео мы расскажем еще о трех случайных находках, которые сделали людей миллионерами. Золотой слиток на пляже. Прогуливаясь по пляжу с металлоискателем недалеко от города Баллард, Австралия, золотоискатель-любитель обнаружил необычный предмет, лежавший на глубине не более 60 сантиметров. Сначала мужчина принял этот предмет за деталь автомобиля. Однако, начав раскопки, понял, что это золото, и кусок драгоценного металла становится все больше и больше по мере его появления из земли. Когда удачливый золотоискатель, пожелавший не разглашать свое имя, отнес кусок металла к оценщику, то оказалось, что его вес составляет 5,5 килограмм. И это один из самых крупных самородков, найденных в этих местах за все время поисков. Стоимость слитка составила более 300 тысяч долларов, что с лихвой окупило все затраты на покупку профессионального металлоискателя, а также сделало энтузиаста богатым человеком. Ставьте лайк, если вы тоже хотели бы совершить подобную находку. Яйца Фаберже за 30 миллионов долларов. Один американец на барахолке купил металлическое яйцо с жемчужными вставками и часами внутри за 14 тысяч долларов, с намерением позже перепродать находку по более выгодной цене. Однако желающих приобрести яйцо с часами не нашлось. Тогда мужчина решил узнать историю своего приобретения. Приглядевшись, он обнаружил на часах надпись «Ваширон Константин». Погуглив, он наткнулся на статью эксперта по Фаберже. Когда мужчина отнес яйцо профессиональным оценщиком, то наконец узнал историю своей находки. Оказалось, что это пасхальное яйцо, заказанное императором Александром Третьим у Карла Фаберже для своей жены, императрицы Марии Федоровны на Пасху в 1887 году. Каким образом яйцо попало в Америку, неизвестно. Но удачливому американцу, ставшему благодаря своему любопытству богаче на 33 миллиона долларов, уверен, это не так важно. Феррари 330 GT 1966 года, найденный в гараже В штате Вайоминг мужчина присмотрел себе хороший дом за 285 тысяч долларов. Как это часто и бывает, к дому был пристроен гараж, который по каким-то странным причинам не привлек внимания ни покупателя, не риэлтора. Каково же было удивление нового хозяина недвижимости, когда он все-таки решил открыть гараж. Там под слоем десятилетней пыли стоял Феррари 330 GT 1966 года выпуска, практически в идеальном состоянии. Предварительно стоимость автомобиля оценивается более чем в 500 тысяч долларов. Видимо, прошлый владелец дома был очень забывчивым человеком. Ставьте лайк, если вам было интересно это видео, подписывайтесь на Big IDS, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, делитесь этим роликом со своими друзьями.